чё всем привет как всегда сегодня у меня 4 августа я выгрузился не смотрел посмотрите еду в сторону питера ищу груз пока ничего не нашел какая-то шляпа ну думаю найду чё-то вроде есть оклёк так что а это вот юшкова в новой ладоге здесь вот за мостом рыбу продают с ладожского озера поймана копченая всякую там так что вы кому интересно имейте ввиду да вот поворот на новую ладогу ну и кафешка тоже не чешная такая ну чё как говорится работа работали а завтрак по расписанию какой борщ приятного аппетита мне ну что товарищи зрители я вам скажу время у меня четыре часа дня питер как всегда получше получше стало все равно остатки на дне сколько я хотел мне не дали вот дешевая не решился ехать короче как всегда уже по-моему традиция еду пустое до двери двери взял загрузку очень хорошая в плане цена и километраж солнечноборск выгрузка и дмитров вот блядь за ним запашочек конечно я вам скажу так себе спасибо дружище вот а я назад поехал опять через кейши через волхов сейчас вот немножечко проэкскурсирую вас вот крепость какая-то там называет старой ладоге красивое место ну и дамба дамба Песня старо ладожский Успенский монастырь засморился навстречу оселек сейчас башенка в самом деле грузовикам нельзя ездить но вот Для вас я решил нарушить Такая деревушка Такая красота Вот дерево Ну а когда вас запарят Можно прийти в Никольский мужской монастырь Женщины достанут окончательно Это вам налево Тут пока ничего не видно Так что на камере конечно передают не так как глазами видишь Ну и лучше походить конечно Ну хотя бы так И тут хорошо Есть представление Покидаю старую ладугу Показать 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 Но тем самым Наверное Это формируя Электричество Или что там Показать Короче Красота Не волхов Короче Ребятки Сломались Молодые Молодежь Попросили дотянуть Ну а что я пустой Мне делать нехер До двери До двери До десяти утра надо До двенадцати Приехать Думаю Ладно Дай помогу мальцам Вот Короче Дотащил двенашку Тут недалеко Так что делайте добро И оно вернется вам тем же В общем все Поезжаю с Волхова Держу путь В дверь Оборудочку Установился Намыться Ноги помыл Это что-то вспотел капец Ну кстати Если будете вставать Съезжайте На прилегающую какую-нибудь территорию Не на обочине Не дай бог Какой-нибудь Ружавик Загемарит А то если встанешь на обочине Вот на такой допустим Не дай бог Загемарит какой-нибудь Водитель дальнопощи Ну или просто легковая Еще что-нибудь Отвлекся Часто в таких случаях Поэтому Ну мой совет Благо у меня опыта такого нету Но Наблюдаю периодически такое Что Лучше съезжайте на прилегающую На заправке На какие-нибудь съезды Но не на обочине Особенно Спать Спать точно На обочинах Не то что не рекомендую А вообще Непозволительно Так что Такой совет на трехе Тем кто Едет на юга Еще куда-нибудь Отдыхать Особенно С семьей Да и не семьей Обочину Избегайте Даже элементарно Останется в туалет Если вот есть вот такая Вот Такой съезд Не поленитесь Доедьте Съедьте И спокойно себе Исправляйте на жду Или еще что-нибудь В крайних исключениях обочины Поломки Я не знаю Это Понос Ха-ха-ха А так Не Опасно Для жизни Деятельности Еще как всегда Пирожочки Пирожочки Пирожки Бля Там одноглазый Местоциклист Несет Душу в рай Так что Крисы Пирожочки Ха-ха Заезжайте Вкусное Почтает беляшик Чай Их на травах 120 рублей Зато аромат Терзатор такой Ёлки-палки Как будто в бане сижу Так что Так что Какие дела Погнали далее Так Ну а че Так Дверь Дверь Загрузили В грей кофе Шесть палетиков Рожигает Главное Чтоб он у меня Не разжегся А то Будет феерический Шашлык Все Сегодня Кулинарная Рубрика Решил Решил остановиться Перекусить Что у нас Сегодня будет Тунец Вашего стола Венец И роллтон Заливаем сюда водички Кипяточка Кипятим И все это вместе кушаем Тунец Сытный Белком Насыщенный Ну это Картошка А И Конечно же Хлеб Итого это По моему Банк 120 рублей По акции Эта херня Там 35 рублей Допустим Хлеб 34 рубля Это я точно помню Итого получается Грубо говоря 200 рублей Вот это Замечательный ужин Дороговато Что так Хотя Ну тоже нормально И еще К чаю сушки Так что Картошечка У нас уже Доготавливается И сейчас у нас Тунец В общем что Выгрузили меня Сейчас я В Солночногорском районе Шелепанов Все нормально Кстати у меня Чуть поменялось Вот так Фигово с одной стороны Брать загрузки Ну Вдали от места Где-то был То есть считаю Ближе к Москве Там Короче по высоте Палета не прошли И вместо двух Выгрузок У меня одна И цена Соответственно упала Ну не намного хуже Если посчитать Там простое Там Переезды Но все же Как бы расчет был На другое Плюс уехали Дмитрий Дмитриево На Сторону меня Там На юг Москвы Так что в этом плане Конечно Но я и в прошлый раз Этот раз Опасался Что может Заявка соскочить Еще что-нибудь Там 20% Неустойки тоже И не всегда платят Начинают съезжать Ну как бы Можно настоять Ругаться В лишний раз Так что В общем Выгрузился Еще что-нибудь Опять же В сторону Юга Но ничего Нет На пустую поеду Поэтому Так с ней Получается Ну с другой стороны Тащить с Питера За 15 тысяч 5 тонн Тоже Неинтересно Лучше чуть Подешевле Уже Ствери И амортизация Меньше Ну и расход Бензина Ну соляра Тоже Умешается Ну короче Плюс-минус То же самое Получается Поэтому Как-то так Ну а так Что я это сдал Ружики Отдал На выходные Так что Всем кто смотрел Спасибо за просмотр Оцениваем Не забываем Подписываться И до новых встреч Всем пока